В 2020 году завод «Эликонт» вошел в национальный проект по повышению производительности труда. Сегодня здесь командой специалистов предприятия совместно с экспертами Федерального центра компетенций активно внедряются инструменты бережливого производства. Мы занимаемся производительностью труда и поддержкой занятостью на российских предприятиях. Причем мы занимаемся не так, что рассказываем это по телефону или по удаленке. Мы приезжаем на предприятие и совместно с предприятием внедряем бережливое производство. Для того, чтобы увидеть все проблемы и оперативно реагировать на них, для того, чтобы добиться результатов в более короткие сроки и более хороших результатов быстро. В качестве пилотного потока для создания участка образца был выбран участок сборки конденсатора К-5092. Он базируется в сборочном цехе номер 6. Вот так детально и адресно. Эта работа проводилась в первый раз, конечно. Тем более у нас в цехе впервые это все. Были разработаны полезные инструменты, как применение 5С на рабочем месте, картирование, выравнивание производственного потока. Все инструменты, которые помогают сейчас, я думаю, и будут помогать в дальнейшем работе нашего предприятия и нашего цеха в частности. На этом участке мы потренировались и обучались внедрять базовые инструменты бережливого производства. Мы начали с организации пространства и территории. В этом нам помогает инструмент 5С. 5С, если очень коротко, это когда безопасно, удобно и эффективно. Если одним предложением, то у всего есть свое место и все находится на своих местах. Включалось все до организации рабочего места, до перестановки оборудования, покраски, изменения освещения, ну и мышление рабочих так получается. Для реализации проекта была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли специалисты ключевых подразделений пилотного потока. Все специалисты прошли обучение в Федеральном центре компетенции в Москве. Полученные знания теперь уже квалифицированные тренеры применяют в акционерном обществе «Эликонт». В данный момент проводится обучение по программе «Система 5С». Обучено уже 156 работников пилотного потока. Далее будет проводиться обучение остальных работников, также по теме «Система 5С» и «Основ бережливого производства», где работники смогут научиться обнаруживать потери на своих рабочих местах, узнают, с помощью каких инструментов можно исключить эти потери из своей работы. На проект попал с октября месяца 2020 года. Был выбран в рабочую группу. Занимаюсь в рабочей группе целями, которые перед нами ставятся. Конкретно занимался картированием основного потока ПК-5092, выявлением проблем. Изучил очень много инструментов бережливого производства. Конкретно для меня это большая польза. Я считаю, что мои знания пригодятся мне в дальнейшей работе и повысить эффективность работы как цеха, так и предприятия в целом. Как отмечает Алексей Мальцев, руководитель рабочей группы, основная задача – это увеличение эффективности производства и, как следствие, повышение конкурентоспособности продукции. Внешние условия на рынке в текущей ситуации не такие, что кто наиболее гибкий и кто наиболее быстрее умеет приспосабливаться, тот на рынке и выигрывает. Поэтому наша задача, задача предприятия – сделать наше производство гибким, эффективным, чтобы успешно конкурировать на этом рынке. В начале февраля на базе Дворца культуры «Электрон» были подведены итоги реализации первой фазы программы – фазы диагностики. Наряду с итогами на встрече рассмотрели и выявленные проблемы. Основные из них – переделка, брак, излишние запасы, ожидания, необоснованное перемещение. На сегодняшний день проблемы, имеющиеся на данном потоке, препятствуют повышению эффективности основных производственных потоков, что в целом влияет как на показатели цеха 06, так и на показатели акционерного общества «Электрон» в целом. В ходе всех мероприятий были выявлены 256 проблем, которые сейчас решаются совместно с специалистами ФЦК. Некоторые уже проблемы решены. Проделанную в рамках проекта работу высоко оценил генеральный директор предприятия Анатолий Наумов. Отрадно отметить, что рабочая группа, которая сегодня действует активно, и очень активно, и видим, что эта работа, что называется, опять-таки, она не показушная. Она идет искренне. И радуешься, в основном, люди из уже молодых поколений, молодого поколения, с каким азартом, с какой искренностью они работают ту, которая им предписана. И самое главное, они видят результат своего труда. Это высшее счастье – видеть результаты своего труда. В числе множества позитивных нововведений Анатолий Наумов отметил введение автоматизированного пооперационного учета изделий. Я считаю, великое дело сделано, когда ввели автоматизированный пооперационный учет изделий на линейке. Сейчас не надо никуда ходить, не надо бесконечно снимать незавершенку, путаться, рыться в ней. Сегодня на первое число, как вот наши специалисты говорят, нажал кнопочку, и вот она вся незавершенка. Немаловажный фактор – высокий уровень эстетики, удобство рабочих мест и так далее, и так далее. В конечном итоге это качество выпускаемой продукции. Вот эта строгость, строгость имеется в виду соблюдение правил на линейке при производстве. Это обеспечение качества. Это основа обеспечения качества выпускаемой продукции. А сегодня качество – это главный фактор конкурентоспособности. В результате нашей работы у нас получится, во-первых, эталонный участок, тот участок, на котором мы обкатаем все практики бережливого производства, куда можно будет пригласить сотрудников, для того, чтобы они визуально увидели, не где-то по картинке, не где-то у кого-то, визуально пришли и посмотрели, как это работает. И в дальнейшем получится пилотный поток по производству конденсаторов, который будет выстроен от начала и до конца с использованием практик бережливого производства. Впереди у сотрудников руководства Эликонда и специалистов Федерального центра компетенций еще три месяца плодотворной работы. Фаза внедрения. Далее распространение этого передового опыта в другие подразделения акционерного общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова